Севастополь 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 Если мы не построим общественную палату так, как она должна быть, мы кроме проблем, к сожалению, ничего не получим. И пускай сами люди решат, кто в нее будет входить. Комиссия рекомендует законодательному собранию города Севастополя принять закон города Севастополя об общественной палате города Севастополя с учетом предложения губернатора о внесении в пункт 10 статьи 7 закона. Расширенную версию сессии законодательного собрания Севастополя смотрите в 19 часов. Сегодня день открытых дверей в морской библиотеке имени Лазарева. Мероприятие приурочено ко дню Черноморского флота. В этот день вот уже 15 лет всем севастопольцам показывают редкие книги. Издание рассказывает о морской истории города в периоды зарождения флота и Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены редкие и старинные экземпляры. Это книги о знаменитых людях, сыгравших важную роль в истории города, а также о морских традициях Севастополя. Конкурс строя и песни стартовал в школе номер 6. Открыли первые этапы воспитанники начальной школы. В умении маршировать соревновались первоклассники. Пока что у ребят получается не все, но они стараются и поют душой. Их успешные шаги видели наши журналисты. Традиционно многие выпускники Севастопольской школы номер 6 становятся курсантами высших военных училищ. И с честью потом носят погоны офицеров. А начинается знакомство с воинским строем со школьного двора. Ежегодно в этом конкурсе участвуют учащиеся со 2 по 11 класс. В этом году в честь 70-летия Великой Победы приняли участие даже первые классы. Ребята показали себя самой лучшей стороной. Прошагали с хорошим настроением, с элементами костюмирования. Вспели военные патриотические песни. Ветераны войны и вооруженных сил частые гости в 6 школе. Алексея Лушникова и Валентина Данилова приглашают и на уроки мужества, и на праздники, и в жюри всевозможных конкурсов и соревнований. Это одна из старейших школ города, из тех, которые вышел целый ряд Героев Советского Союза. И воспитание, патриотическое воспитание детей здесь налажено хорошо. Вот такие осмотры, помогают сплотить классные коллективы, приучают любить нашу Родину и готовятся стать достойными защитниками своего отечества. Около 300 мальчишек и девчонок с 1 по 3 класс с полной ответственностью отнеслись к конкурсу «Строя и песни». Песни военных лет хорошо знакомы ребятам. Они воодушевленно пели и в строю, и подпевали другим классам во время их выступления. Такие смотры, какой был проведен сегодня, они, конечно, нужны. И нужно их начинать действительно с наших классов, чтобы они уже себя приучали более организованно, себя чувствуя в таких мероприятиях. Ну, в школах есть военная подготовка, но сейчас она должна быть целенаправленная. Пусть строй сегодня не очень ровный и шагают дети не в ногу, но зато, как серьезно они относятся к конкурсу. А ходить с троем еще научатся. И на парадах их еще не раз увидят тысячи зрителей. Владимир Иларионов, информационный канал «Севастополя». Поделиться с нами мнениями и рассказать о событиях можно по телефону 5541-22. Все информации и самые свежие новости на нашем сайте икс-тв.ру. Оставайтесь на информационном канале «Севастополя». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин